Есть цена экономически обоснованная, которая исходит из того, что бизнес должен быть а. прибыльным, б. инвестиционно привлекательным, то есть чтобы он мог не только окупать свои затраты, но еще и развиваться. И есть цена потребительская, которая привязана все-таки к покупательской способности населения. И вот оператор рынка находится под этими двумя жерновами. С одной стороны, нас как бы давит экономическая обоснованность, потому что не секрет, что уже пятый месяц операторы рынка практически работают в убыток. А с другой стороны, поджимает покупательская способность населения, потому что очень сильно уменьшаются объемы продаж. Почему так страшно, когда падают объемы продаж? Потому что очень резко увеличиваются удельные, так называемые условно-постоянные затраты на содержание самих АЗС. Потому что это все-таки огромная структура, как мы понимаем. АЗС – это не просто колонка и резервуар, а это бытовые всякие вещи, зарплата обслуживающего персонала, энергоносители и так далее. Так вот, если на 20%, как мы уже наблюдали в этом году, падает объемы продаж, то очень резко возрастают удельные затраты на каждую тонну и на каждый литр. Поэтому здесь нужно выбирать разумный компромисс между экономически обоснованной ценой и потребительской ценой. И, возможно, потребительской ценой. Той, которая еще потребителю, скажем так, она уже давно недоступна. Потому что болевой рубеж мы перешли, когда 10 гривен перешли, шагнули. А если мы посмотрим на валютную составляющую этой цены, то практически с начала года никакого повышения на самом деле не произошло. Невзирая на то, что международный рынок за это подрос на 80 долларов по бензину и на 46 долларов по дизельному топливу. И, таким образом, сегодня курс гривны, он является основополагающим в ценообразовании. Почему? Потому что наше умное государство, или, точнее сказать, хитрое государство, оно установило ставки акцизного сбора в валюте. Как происходит начисление? Мы привозим бензин на границу. Скажем, 1000 долларов он стоит. Они берут, умножают 1000 долларов на курс гривны. Потом акциз в евро, опять на курс гривны. На все это НДС и получаем цену. Понимаете, о чем идет речь? То есть, если бы правительство прислушалось к нашим рекомендациям и к нашим просьбам в начале года, когда мы говорили, давайте все-таки зафиксируем ставку акцизного сбора в гривне. Ну, вот, скажем, у вас там в бюджете заложен курс доллара какой-то, да? Или курс евро на следующий период. Вот давайте на то и будем ориентироваться. Но в гривне. И таким образом мы бы сейчас имели цену на гривну 20 копеек ниже за литр. Если бы платили вот эти ставки акцизного сбора, если бы мы платили в гривне. Поняли, о чем идет речь? Вот. То, что цены стабилизировались, да, у них как бы сегодня, как я уже сказал, основополагающим является курс гривны. Ну, если мы посмотрим средний курс гривны к доллару за апрель, это было 11.96, то сегодня за 10 дней, ну каких 10 дней, не 10, уже практически 20 дней, да, мы имеем среднюю цену 1.94. То есть, о чем это говорит? Ну, вот, держим. Невзирая на то, что исполняющий обязанности президента сказал, что уже есть у нас средства, и мы можем стабилизировать курс гривны. Ну, может быть, это и есть та стабилизация. Но, все было бы хорошо, если бы на уровень инфляции, гривны, были повышены доходы граждан. Тогда бы все было бы нормально. Таким образом, повышение стоимости дизельного топлива и бензина не произошло. Произошло удешевление или обесценивание, если хотите, национальной валюты. Потому что покупаем в долларах, продаем в гривне. Вот такие причины. В Луганской, Донецкой области, там ситуация очень сложная, но она не критическая. Там просто увеличились расходы операторов на вооруженную охрану объектов и подвижного состава, тобто бензовоза. И там, соответственно, и цена сегодня, и убытки операторов рынка тоже существенные. Потому что сегодня центральных регионов туда довезти бензовоз невозможно. Это можно только внутри там что-то делать. И то, если там есть определенные договоренности на грани законности, скажем. К сожалению, операторы рынка вынуждены идти на какие-то договоренности с этой преступной структурой, с этими террористическими формированиями. Иначе работать будет невозможно вообще. Плюс проблемы с инкассацией средств. Запродание топлива тоже есть на самом деле. Поэтому в такой сложной ситуации, если бы я взял на себя смелость делать какие-то прогнозы, да, то прогноз погоды на месяц вперед по отношению к моим прогнозам было бы, можно было бы принять за точную науку. Понимаете, да? То есть, что бы мы сейчас ни говорили, мы, к сожалению, не сможем учесть все обстоятельства и все составляющие ценообразования, чтобы как-то прогнозировать. Но если курс гривны будет стабилизирован и он понизится, значит понизится все цены. Если он останется на том же уровне, то здесь необходимо помнить, что все-таки пятый месяц мы работаем в убыток. И идет накопление так называемого отложенного подорожания. Мы не можем повышать цену до экономически обоснованной цены, потому что у нас резко упадут объемы продаж, которые уже и так упали, как мы знаем. А с другой стороны, все-таки вот это же накопление идет, плюс сейчас вот в конце квартала, в конце полугодия вылезет так называемая курсовая разница еще. То есть, на самом деле, вот в плане снижения цены, удешевления топлива, у меня, к сожалению, никаких благоприятных прогнозов нет. Как бы нам этого не всем не хотелось бы. А можно сказать в цифрах, на сколько упал спрос? Да, в среднем по системе и по рынку более 20-25% упал спрос. А в компаниях, которые конкретно имеют российскую направленность, таких как, например, Лукоев, да, то там падение продаж намного выше, там до 50% доходит. И это, опять-таки, накладывает свои ограничения и свои особенности работы на этом рынке. Антимонопольный комитет почему-то решил взять на себя неприсущие ему функции, которые не записаны в его функциональных обязанностях, насчет регулирования цены в нерегулируемом сегменте рынка. На самом деле, в рынке нефтепродуктов не существует государственного регулирования цен. Поэтому любые попытки правительства или правительственных организаций, или неправительственных организаций, попытаться каким-то образом повлиять на цену, это, вообще говоря, нарушение законодательства. Потому что, согласно хозяйственному кодексу, ст. 190, каждый оператор рынка и субъект хозяйствования устанавливает на свои товары и услуги цены, исходя из конъюнктуры рынка и своих экономических каких-то соображений. Картельный сговор, если есть подозрения, его еще нужно доказать. Это не так просто, просто делается. Пока что ни о каком картельном сговоре речи не шло. Пока что на том совещании, на котором я присутствовал, шла речь о том, что, дескать, операторы рынка необоснованно завысили цену. Что значит необоснованно завысили цены? Это мое личное дело, как субъект хозяйствования. Хочу ставлю 12 гривен, хочу ставлю 22 гривен. Это все зависит от моего уровня сознания, гражданственности и, если хотите, маркетинга моей компании. Поэтому, вот Петр Алексеевич Порошенко как-то у Шуста рассказал очень хорошую такую фразу. Он говорит, а в чем проблема? Если вам нравится, ставьте 25 гривен за литр. Если какой-то дурак у вас его купит. Понимаете, да? И тогда как раз возникает вот тот вопрос, который я говорил, об удельных затратах на каждый литр топлива проданного. Спасибо. 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 Спасибо.